Здравствуйте, меня зовут Максим Ефимов, это мой коллега Андрей Кузнецов и сегодня мы собрались обсудить соревнования года чемпионата России. Буквально через пару недель наша команда поедет участвовать в этом чемпионате, но часть нашей команды неделю назад была в Архангельске на местных соревнованиях. Соответственно они смогли посмотреть какая рыба там ловится, какой водоем, какие надо применять снасти и особенности тактики. Ну собственно это мы и хотим сейчас обсудить. Ну прежде всего наверное начнем сначала первое что делает спортсмен при входе в зону это сверлит. Расскажи Максим какой там лед, какая толщина, тяжелый, мокрый, сухой, каким буром лучше пользоваться? Сейчас там был лед порядка 60 сантиметров, довольно сухой пока, но собственно говоря по прогнозам там и ничего не изменится, потому что на ближайшую неделю перед соревнованиями выдается минус, причем ночью там до минус 10, поэтому как бы в этом плане все будет нормально. Ну сверлил я правда брал специально тонкий бур восьмидесятый, не у каждого любителя такой найдется, да и у спортсмена далеко не у каждого, но сверлить им очень хорошо, он сверлил без напряжения, быстренько, все очень четко. Но в то же время как бы есть и ограничения. Восьмидесятый бур все-таки он не позволяет очень быстро ловить, в больший бур гораздо легче обеспечить скоростное вываживание. Расскажи какая интенсивность рыбалки? Много ли рыбы или это штучная крупная рыба или много маленькой? На самом деле не так ее там было много, но она была в каждой лунке, то есть 5-7 штук было спокойно поймать, но рыба была крайне мелкая, то есть начиная от граммового ерша, действительно вот такого и заканчивая там 30-граммового платва и то, что я максимально поймал. Причем где-то ловился только ерш, где-то ловилась только платва, окунь попадался везде, но тоже так. Окунь был 10-15 грамм, не крупный. А как считаешь, все-таки победу обеспечивала какая рыба? Ну, скорее всего, конечно, платва, потому что она крупнее окуня, ну как минимум в полтора раза, то и в два. Ну и естественно, если она подходит, то придет она значительно активнее. Единственное, что ловилась она не сразу же, то есть подходила ближе к концу. Первое место, которое занял Максим Принцев, он естественно местный, он выиграл именно на платве, которая подошла в последние буквально получаса, что в первый тур, что в второй. А, то есть человек сделал все-таки на платве все результаты. Да, потому что по его словам, он что первый тур, что второй очень сильно летел и только вылез и смог именно на платве, которую подловил в конце. Ну, в связи с этим удалось попробовать разные прикормки, разные варианты прикармливания? Да, естественно, мы попробовали кормить по-разному. Единственное, что там была не совсем та глубина, которая будет на соревнованиях, потому что ловили в основном в районе двух метров, а на соревнованиях будет в районе трех, трех с половиной. Но, по словам местных спортсменов, условия примерно будут те же самые, поэтому все очень похоже. То есть мы попробовали, и мотыля, и белую прикормку. В общем-то определенные наметки есть, но сейчас, конечно, не хотелось бы выдавать секреты перед соревнованиями, так как смотрят наш канал не только любители, но и определенные спортсмены. Не хотелось бы раскрывать секретов. Ну, хотя бы работает белая или нет? Да, прикормка белая работает, но, естественно, надо подбирать составы. Для этого будем проводить тренировки, на которые мы туда поведем довольно скоро. Поэтому, конечно. Приходилось много сверлить или достаточно было какого-то ограниченного, там, не знаю, десяти, может быть, лунок или что-то в этом роде? Я зато просправил не более десяти лунок, этого хватало, потому что рыба была, ну, она хоть и заканчивалась, но на второй приход она там опять оказывалась примерно в том же самом количестве. То есть много сверли точно не стоит, поэтому главное найти, где стоит правильная рыба. Потому что, например, от того же ершала не очень интересно, он крайне мелкий. По поводу снастей тогда, ну, рыба достаточно мелкая, соответственно, вроде бы надо использовать тонкие снасти, но в то же время рыбы много. Чем грубее снасть, тем быстрее ты ловишь. К чему вы пришли? Я считаю, что там будет самая ходовая мормышка, это 2,3, ну, максимум 2,5. Больше вряд ли. Есть только ерша ловить, но я говорю, ерша – это проигрышный вариант и, возможно, его в зонах и не будет. Рыба по водоему распределялась более-менее равна или были точки, пятна? Ну, на мой взгляд, абсолютно равна. Где-то, может быть, чуть-чуть больше, где-то чуть-чуть меньше, но действительно чуть-чуть, потому что рыба была в каждом лунке. У меня пастух лунок не было, ловилась везде. Ну да, то есть все-таки соревнования будут на мастерстве во многом, то есть если водоем ровный, то тут, конечно, только от мастерства все зависит, потому что лотерейный водоем – это другая история, которая никому и спортсменов не нравится. Да, надеюсь на очень интересное соревнование в этом плане, рыбы действительно, там, бонусов практически не было. Кто-то поймал, по-моему, одного налима. Ну, это такая совсем рыба, которая крайне редко ловится. Ничего такого крупного больше никто не ловил. То есть не будет такого, чтобы человек поймал одну рыбину и выиграл соревнование. То есть на налима вы подкорм не подобрали? Не подобрали, не получилось. Да, ну, надо будет, конечно, смотреть все еще прям непосредственно перед соревнованиями, все это проверять, потому что все-таки весна. Хотя, как ты говоришь, что прогноз… Нет, там еще зима. Если в Питере уже все течет и практически снега нет, то там еще все хорошо. Так что будем, соответственно, присылать наши и видеоотчеты, и фотоотчеты. Смотрите на нашем канале и болейте за нас. Всего доброго. До свидания.